В гардеробе мужчины не должно быть ковбойских сапог. Если только этот мужчина не ковбой. Пол Вэллер. Поп Викторина, назовите самого известного ковбоя в истории. Баффало Билл, Уайет Эрп, Билли Китт, Джесси Джеймс, Уилл Роджерс, Джин Отри, Буч Кэссиди, Джон Уэйн. Знаю, многие из вас ребята думают, что это Джон Уэйн, верно? Я бы так ответил. Но самый известный в истории ковбой не был преступником, не был шерифом, не был музыкантом или известным актером. Так кто же самый знаменитый ковбой в мире? Его зовут Даррел Уинфилд, владелец ранче из Вайоминга. И несмотря на то, что вы вряд ли когда-либо слышали его имя, вам знаком его силуэт. С 1968 по 1989 он был на пачке сигарет Мальбора. Он был в рекламе на билбордах и в рекламе в журналах, и во множестве других мест с рекламой сигарет. И в Восточной Европе, и в Африке люди узнавали ковбоя Мальбора. И дело в том, что Даррел Уинфилд на самом деле не был актером. Насколько я помню, в то время он был владельцем ранчо в Монтане. И тогда его заметили ребята из компании Лео Бернетто, и его внешний вид произвел на них неизгладимое впечатление. Он выглядел как идеальный ковбой. Им удалось его заснять на пленку, они тогда сделали множество снимков. И этот образ ковбоя стал культовым для большинства людей во всем мире. И в сегодняшнем видео, ребята, мы поговорим о ковбоях. Мы поговорим о том, как так получилось, что образ ковбоев захватил американскую культуру в 50-х годах. И мы также поговорим, почему ковбои пользуются популярностью у женщин. Я дам вам несколько практических советов, как интегрировать одежду ковбоя в ваш современный гардероб, по вашему желанию. Ну что, готовы? Итак, первый вопрос, почему их вообще называют ковбоями? Они ведь скачут верхом. Разве их не следует называть хорсбоями? Но нет. Давайте вернемся в 16 век. Испанцы привозят в Америку лошадей. Мы видим, как в Мексике, сейчас это территория Калифорнии, Аризоны, Техаса и Нью-Мексико. Развивается скотоводство, разведение скота. Зарождается очень ценный навык, и появляется особая профессия. Вакеро. А Вакеро и были ковбоями. Эти ребята умели бросать лассо, они были отличными наездниками. Они пасли скот, отчего их так и прозвали. Последующие 200 лет в Америке много чего происходило. Мексика добилась независимости. Мы могли наблюдать формирование Техаса, мы видели, как США воюют с Мексикой. Мы видели, как меняются границы, однако полезные навыки остались неизменны. Пока вдруг железные дороги не стали прокладывать дальше на запад. В этом заключалась судьба Соединенных Штатов. Внезапно оказалось, что очень выгодно было перегонять скот на восток, в сторону Чикаго, прямо на скотобойне. Так можно было заработать много денег. Именно тогда многим успешным скотоводам удалось разбогатеть. Некоторые ковбои получали по 40 баксов за корову, поэтому они перегоняли скот численностью в сотни, если не тысячи голов. Бизнес этот был очень прибыльным, и они получали много денег. Но везде, где есть много денег, всегда встречается много людей, которые хотят воспользоваться ситуацией с выгодой для себя. Преступники поднимали восстания, процветало беззаконие. Настало время настоящего дикого-дикого Запада. Однако к 90-м годам 19-го столетия этот образ жизни начал постепенно сходить на нет. Большие участки земли были приватизированы. Везде люди натыкались на ключи, проволоку. Стало менее выгодно перегонять стадо на север. В эти годы ковбои могли просто стать такой строкой в истории, но нечто интересное произошло в 1903 году. А именно, великое ограбление поезда. Так назывался немой фильм длиной в 12 минут, который изменил отношение к ковбоям. Этот фильм сейчас мало кому зайдет, но тогда его посмотрели буквально все в США, и во многих частях Европы, и во всем мире. Это был первый фильм, насыщенный событиями того времени. Другие фильмы на эти темы были очень скучными и однообразными, нудными. А в этом фильме было все. Насилие, много сцен, много экшена, много того, чего в Европе и других частях света никогда не видели. И в одночасье ковбой стал культовой фигурой. Кроме того, золотая эпоха вестерна в Голливуде пришлась на период с 30-х годов 20-го века по 60-е годы. Начиная с 39-го года мы смотрели такие фильмы, как «Дилижанс» Джона Форда. «Дуэль на солнце» 46-го года, «Ровно в полдень» 52-го года и «Шейн» 53-го года. Если вы тогда были совсем малы и не знаете этого фильма, советую его посмотреть. В этих вестернах играли крупнейшие актеры того времени. Тогда все ходили в кино. Это была важная форма развлечения. Такие имена, как Джон Уэйн, вдруг стали синонимами Человека с Запада. Хороший, плохой и злой. Кто мог пропустить этот фильм с Клинтомистом? А Буч Кэссиди и Сандэнс Китт? Просто потрясающий фильм. Если вы не смотрели его, не буду спойлерить, но концовка просто великолепная. Да, два парня против целой армии боливийцев. А с появлением телевидения в США не было ни одного ребенка, который не знал бы ничего об одиноком Рейнджере. И тон-то. И даже в современном кинематографе вестерн по-прежнему остается самостоятельным жанром. Фильм непрощенный, на мой взгляд, возможно, один из лучших вестернов за всю историю. И, возможно, лучший фильм Клинта Истуда. Старикам тут не место, снятый в 2007. Это не традиционный, а скорее современный вестерн. Посмотрите его. Потрясающий фильм. И скажу пару слов о моих любимых современных вестернах. Это потрясающий фильм «Любой сыной» и два фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» и «Джанго освобожденный». А если у вас есть дочери и вы хотите им показать, как выглядит сильная женщина, посмотрите фильм «Железная хватка» 2010 года. И я хочу добавить к этому списку балладу Бастера Скракса 2018 года. Если вам нравится юмор, вы не против добавить немного юмора в вестерн, вам понравится отличный фильм. Если вы смотрите мой канал не в первый раз, вы, вероятно, знаете, что я из маленького городка в западном Техасе под названием Гринвуд. Он находится недалеко от Мидленда, штата Техас. Я вырос среди людей, большинство из которых были владельцами ранчо. У этих людей были все виды животных. В мою школу ходили толпы кикеров. Так мы называли ковбоев, ковбоиш. Знаете, у них был свой стиль, свой образ. Помню, знакомая девочка носила рубашку с надписью «Задницы ковбоев сводят меня с ума». Но с другой стороны, почему девушки любят ковбоев? Есть пара причин. Во-первых, это определенно имеет отношение к романтизации ковбоев Голливудом, всего этого жанра вестернов. Возьмем любовные романы. В половине из них женщины оказываются в объятиях ковбоев. И это неспроста. Все это, если вдуматься, маркетинговые ходы. Я наткнулся на интересную статью одного издания, в котором он говорит, что романы о ковбоях всегда хорошо продавались, особенно если в названии было слово «Техас». Вот так. И в той же самой статье говорится о том, что, не побоюсь так выразиться, идеальный образ ковбоя – это героический и умный, молчаливый парень, привлекательный для женщин. И я хочу подчеркнуть тот факт, что об этом писали две женщины. Они говорили, что все женщины мечтают оказаться в объятиях сильного, сурового ковбоя, и что мужчины сами мечтают быть теми ковбоями, о которых грязят женщины. Так ли это на самом деле, не знаю, больше в статье не было ни слова. Ковбои много трудятся, они добиваются цели, их уважают, и они носят красивые сапоги и ковбойские шляпы. И сейчас, господа, давайте поговорим о конкретных предметах ковбойского гардероба. Эти предметы вы можете интегрировать в собственный гардероб. Ковбойские сапоги. Знаю, многие техасцы сейчас скажут Антонио, то, что ты говоришь, это святотатство. Но, ребята, ковбойские сапоги изобрели не американцы. На самом деле, именно англичане и немцы придумали два особых стиля, благодаря которым возникли ковбойские сапоги. Я говорю о сапогах в Веллингтонах из Англии и о гейсенских сапогах из Германии. Эти сапоги оказались на территории штатов во времена войны за независимость и продолжали свой путь на запад. Многие техасцы не хотят признавать, что Канзас играл огромную роль в возникновении ковбойских сапог. Думаю, по переписи 1870 года в Техасе было 98 сапожников и более 120 в Канзасе. Весь скот тогда гнали на север. И после того, как вы доставили на место весь скот и вам заплатили, что происходило? Да, множество продавцов, сапожников и других производителей одежды так и подмывали вас потратить свои деньги, чтобы одежда прямиком отправилась в ваш гардероб. Вначале ковбойские сапоги были короче, у них не было высокого голенища. Вот эта часть сапога – это голенища. Чем длиннее голенища, тем дороже были сапоги. Но высокие голенища позволяли лучше защищать ноги наездника. Лучшие сапожники на Западе были на самом деле эмигрантами из Европы. Среди них были итальянцы, англичане и немцы. И оказалось, что они очень много времени тратили на разные обувные тонкости и детали. И по сей день, если обратиться в компанию Rocket Buster в Эль Пассо, вы увидите, что эти ребята создают произведения искусства по части дизайна верхней части голенища, всей конструкции голенища. Некоторые из них стоят более 20 тысяч долларов за пару. Окей, насчет истории возникновения все понятно, но почему сапоги все еще актуальны? Потому что они функциональны. Вы можете заметить, что в ковбойских сапогах отсутствует шнуровка. Это означает, что эти сапоги можно без особого труда надевать и снимать. Для наездников это важно. Шнуровка может зацепиться, и вы можете запутаться, лошадь понесет, и вы разобьетесь насмерть. Такое бывало. Конструкция сапога была очень важна, с этим была связана безопасность. Вот здесь у нас каблук. Для чего нужен каблук? Чтобы наезднику удобно было оцепляться сапогами за стремена. Ковбою, сидящему верхом, очень удобно вставлять ноги в стремена и удерживаться каблуками. Насчет дизайна носков сапог, здесь у нас есть разные варианты. Есть квадратные носки. Есть острые носки. Есть закругленные носки. Мне нравятся закругленные, но я понимаю, почему люди выбирают острые или квадратные. Вы только посмотрите на этот мексиканский носок сапога. Все дело в зрелищности. Да, это уже чересчур, но даже такая деталь может стать аспектом стиля сапог. Так, а если вы из Нью-Йорка и только что переехали в Остин в штате Техас, или вы из Хьюстона, города в Техасе и переезжаете в Лос-Анджелес, стоит ли вам вообще носить ковбойские сапоги? Нужно ли современному мужчине иметь их в своем гардеробе? Ну, во-первых, вы можете выбрать не столь кричащую пару сапог. Издалека большинство людей даже не обратят внимания. Издалека большинство людей даже не обратят внимания. В этих сапогах мне особенно нравится каблук. Вот этот каблук даст вам несколько сантиметров дополнительно к вашему росту. Визуально вы вытянетесь, если у вас есть небольшой лишний вес в области талии. Вы будете в них выглядеть выше и более мужественно. С другой стороны, многие не говорят об этом, но эти сапоги могут быть невероятно удобными, потому что у них особая конструкция в передней части сапога, там, где находятся пальцы ног. Каблуки сапог могут варьироваться по стилю. Я читал где-то историю о парне из Лондона, на котором были ковбойские сапоги, и люди пытались их у него купить прямо там, в метро. Настолько круто они выглядели. Я думаю, ковбойские сапоги легко включить в свой гардероб, подражая стилю ковбоя. Я не знаю, согласны вы с этим или нет, пишите об этом в комментариях. Следующий культовый предмет гардероба ковбоя – это шляпа в стиле вестерн. Ковбойская шляпа – это широкопылая шляпа с высокой тульей, и она очень функциональна. Всякий раз, надевая такую шляпу, можете быть уверены, что она защитит вас от солнца, вашу голову, ваше лицо. В ней вам будет гораздо прохладнее, чем без нее. Именно поэтому у этих шляп высокая тулья. Благодаря этому воздух может в них циркулировать. Вы можете увидеть, что некоторые шляпы изготавливались из дышащих материалов, либо в них были отверстия, например, если они были из фетра. Родоначальником этих шляп было сомбреро, хотя на многих ранних изображениях мы видели много восточных или западноевропейских шляп. Мы даже видели… да, взгляните на это. Вы видите котелки, которые были просто изношены на Западе. Исторически сложилось так, что люди носили самые разные головные уборы. Все зависело от стиля, от одежды, от его безопасности, от разных других факторов, от ситуаций. Исторически сложилось так, что ковбои носили разную одежду в зависимости от разных ситуаций. И главный для нас вопрос таков, сможете ли вы привнести элементы этого стиля в свой гардероб? В отличие от ботинок, ковбойские шляпы непросто снять. Если только вы их не носили, не практиковались в их ношении, может быть, вы носите такие шляпы с уверенностью. Считаю ли я, что нужно быть настоящим ковбоем, чтобы носить такую шляпу? Нет. Я думаю, что если в душе вы ковбой, дерзайте, но помните, что вы всегда будете в центре внимания. Особенно в тех районах, где такие шляпы носят не очень часто. Здесь, даже на Среднем Западе, в провинциальном городке, никто не носит ковбойских шляп. При том, что вы находитесь в Техасе. Они гораздо чаще встречаются в Оклахоме, в Нью-Мексико. С ковбойским галстуком вы, пожалуй, могли бы справиться. Но опять же, нужно такое уметь носить. Нужно вначале попрактиковаться. Так, господа, если вам нравится смотреть это видео, я буду вам очень признателен, если поставите ему лайк. Благодаря этому алгоритмы Ютуба, боги Ютуба будут знать, что это отличное видео, Антонио. Вам нравятся такие видео, и тогда я понимаю, какие видео мне снимать для вас дальше. Далее, ковбойская рубашка. Исторически сложилось так, что ковбой носили любую рубашку с длинным рукавом, которую только могли достать. Было множество стилей, но большинство этих рубашек были сделаны из износостойкого хлопка. Вот такой деним. Нет, это современный стиль. На нем есть разные детали и все такое прочее. Но это все приобрело популярность в 70-х годах. Деним обычно тяжелее по весу. Эта ткань толще, и она является более грубой. Однако, стоит отметить, что после нескольких десятков стирок деним становится очень мягким. Материал, из которого делают современные ковбойские рубашки, это хлопок. Можно заметить, что эти рубашки довольно плотно прилегают к телу. И это понятно, потому что ковбоям нужны высокие проймы, чтобы они могли поднять руки вверх. И лишний материал, который может за что-то зацепиться, совершенно не нужен. Лично мне в деталях ковбойской одежды больше всего нравится функциональность. Да, образ в целом отличный. Но прежде всего, ковбоям нужно было одеться так, чтобы выполнять свою работу. Может ли современный мужчина носить ковбойскую рубашку? Конечно, может. Это один из самых простых предметов гардероба. Эта рубашка может быть из денима, или из другого материала, какого-нибудь повседневного. Может, вы хотите, чтобы у нее были двойные карманы, а может быть, не хотите. Эта рубашка одна из самых простых вещей, которыми вы можете дополнить свой гардероб. Далее поговорим о дениме, а точнее о джинсах. В наше время джинсы ассоциируются с ковбойским стилем. Исторические джинсы начали пользоваться популярностью в Сан-Франциско, примерно во времена расцвета эпохи ковбоев, но тут было много разных вариантов. Были ковбои в шерстяных штанах. Дело в том, что они носили все, что защищало их ноги, все, что было изготовлено из прочных материалов. Ковбоям нужны были штаны, которые не боятся грязи и пыли. А грязи и пыли в их работе было много. Им нужно было что-то функциональное, недорогое. Все, что можно было золотать, потому что их одежда часто рыбалась. Думаю, в Wrangler на рынке предоставлено много джинсов ковбойских моделей. Эти джинсы довольно плотно облегают. Именно поэтому моя подруга носила футболку с надписью «Задницы ковбоев сводят меня с ума», потому что они носят облегающие джинсы. Я уже говорил о посадке рубашки, так же дело обстоит и с джинсами. Ковбоям не нужно ничего свободного. Им не нужен лишний материал в одежде, который может где-то зацепиться. Им нужна одежда по фигуре, плотно облегающие джинсы, чтобы у ног была полная свобода движений. Вы можете к этому привыкнуть. Если вы в хорошей форме, вы относительно молоды, и у вас красивая задница, скажем так, это понравится дамам. Далее, что можно сказать про жилеты? Вы можете их увидеть во многих фильмах. Жилеты были очень функциональными. Знаете, родоначальниками жилетов были курьеры, которые оборачивали тканью свои торсы. Они понимали, что главное – согреть внутренности. Если живот согреет конечности, все остальное будет в порядке. И ковбои с ними соглашались. Кроме того, жилеты обеспечивали дополнительную защиту в области туловища от всего чего угодно. При этом стоит сказать, что жилеты все же были не так популярны, каким их любит показывать Голливуд. Они объединяют образ воедино. Мне нравится вид жилета, но я предложил бы его надеть поклоннику азартных игр. Возможно, он надел бы жилет, потому что мог бы его себе позволить. Однако многие ковбои не могли позволить себе купить жилеты. При этом в гардеробе современного мужчины жилеты смотрятся восхитительно, но их недооценивают. Если вы хотите добавить в ваш гардероб одну вещь, стоит рассмотреть жилет. Он выделит вас из толпы. Кроме того, как я уже говорил, он невероятно функционален, потому что он освобождает руки. Ребята, у меня есть инфографика, она посвящена жилетам. Вы можете все подробно почитать. Я дам ссылку в описании под сегодняшним видео. Ребята, если вы еще не были на моем веб-сайте RealmanRealStyle, заходите, он очень крутой. У нас много инфографики, 2000 статей. Вы можете их почитать, это просто тонны достоверной информации. Такие бесплатные электронные книги. Заходите, если хотите больше узнать о мужском стиле одежды. У меня есть статья о ковбойских сапогах. Заходите на сайт, это отличный бесплатный ресурс. А что можно сказать о красной повязке вокруг шеи, о бандане? Это нечто вроде ковбойского галстука? И да, и нет. Бандана создавала единый образ. Она добавляла яркий цвет в образ ковбоя. Бандана – это стильный элемент. Но большинство бандан носили вовсе не из-за яркого цвета, а из-за их функциональности. Бандана защищала горло ковбоя от пыли. Пыль без банданы оседала на горле. Это было крайне неприятно. Кроме того, бандана была еще одним уровнем защиты. В крайнем случае, ее можно было использовать в качестве жгута. Ею можно было вытереть подсолба. У нее было много функций. Их носили многие ковбои. Как бы это смотрелось на современных мужчинах, как думаете? Что ж, господа, что мне посоветовать вам к просмотру? Как насчет видео «Почему боссы мафии такие стильные?» Я подробно рассказываю об этом в этом видео. Вы можете узнать, как привнести немного мафиозного стиля в свой гардероб, не выглядев при этом так, как будто вы собираетесь заставить кого-то отправиться на корм рыбам. Я с удовольствием погрузился в эту тему. Берегите себя. Увидимся. Увидимся.